Ребят, очередная серия, в очередной раз хороним YouTube, кто не знает, рассказываю, началось с чего сегодня утром. Компания Google заблокировала YouTube канал Дума ТВ, ну, немногие из вас, наверное, и слышали про такой канал, но это канал российского парламента, Государственной Думы, Совета Федерации, где главным образом ведутся трансляции заседаний Государственной Думы, каких-то думских комиссий, где главным образом выступают, ну, какие-то парламентарии с какими-то заявлениями, то есть, ну, чисто такой официальный канал, вот его заблокировали за нарушение правил YouTube, ой, что началось, клишес тут, откуда ни возьмись, появился YouTube, подписал себе смертный приговор. Маша Алкаша, которая примерно то же самое сказала, более того, порекомендовал, что, ребят, давайте, сливайте оттуда весь свой контент, переносите на российские платформы, ну, Маша Алкаша, имеется в виду Мария Захарова, да, это та самая, которая накануне, например, смешила весь мир рассказами о борще, кто не слушал внимания. Нельзя было делиться борщом, ну, нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному, вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности, а так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет, на компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чём мы говорим, ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах. Давайте поговорим об этом подробнее, я имею в виду возможную блокировку Ютьюба, реальная журналистика, коротко, о главном, быстро, и уйдёте на выходные. Начинаем! Ну и сразу с места в корее, ребят, давайте начнём с того, повторюсь, в миллионный раз. Почему вы всё время думаете, что вот они закроют Ютьюб, и все проблемы сразу решатся, начнём с того, что, во-первых, VPN никто не отменял. Кто не знает, что такое VPN, очень рекомендую вам не ерунду всякую смотреть в интернете, а просто забейте в поисковой строке в Яндексе, в Гугле, где угодно, что такое VPN, как установить, как это работает. Потратьте несколько драгоценных минут своего времени, которые всё равно тратите на бездарный просмотр порнухи, на каких-то котиков, на ещё какую-то фигню, на прослушивание каких-то недоблогеров. Потратьте вот на это время, и будет вам счастье. И тогда никакие блокировки вам страшны не будут. Это первая часть Морализонского балета, вторая и самая важная. Мы всё время забываем, вы всё время забываете, что вообще весь этот режим, он держится на одной единственной ноге, которая уже прогнила насквозь. Эта нога называется информационный шум. То есть всё вот это вот наше величие, оно оттуда, оно от пропагандистов. В реале никакого величия, конечно же, не существует. И всё оно держится на пропаганде. На пропаганде вот этого величия, на сказках об этом величии. И вот это вот маховик, который нельзя остановить. Это как на велосипеде, нельзя прекратить вращать педали, иначе велосипед просто в какой-то момент упадёт. Здесь то же самое. Как только вот эта вот вся пропаганда перестанет литься в уши нашим с вами согражданам, как только вот перекроют кислород, и пропаганда исчезнет из нашей жизни, поверьте мне, уже через неделю-две даже самые простреленные, даже самые отбитые наглуховатники начнут прозревать, и начнут понимать, что не всё в порядке в датском королевстве. Именно поэтому Кремлю вот эта площадка YouTube, она нужна, ну, наверное, даже больше, чем нам, оппозиционным блогерам, журналистам, которые занимаются именно журналистикой. Им она нужна больше. Именно поэтому вы сегодня можете наблюдать того же Соловьёва, которого вот в одном месте загасили, в одном месте заблокировали, он вылезает в другом. Вот обратите внимание, он же пищит, долезет, то на одном YouTube-канале появится, то на другом. Посмотрите, какое количество предложений сегодня гуляет по соцсетям. Куплю YouTube-канал. Ко мне обращаются через день и каждый день. Куплю действующий YouTube-канал. Как вы думаете, кто пишет эти объявления, у кого есть деньги на покупки вот этих вот YouTube-каналов? Ну, в нашей стране, да, только у государства. Ну, я здорово сомневаюсь, что у какого-то предпринимателя есть лишние деньги на покупку YouTube-канала. Да и зачем он ему? Простому предпринимателю, вот моему приятелю, у которого там сеть, кафе, зачем ему YouTube-канал? YouTube-канал нужен только для одного. Для промывки мозгов. Соответственно, все эти покупатели – это наше государство. А раз они вкладывают в эти деньги, готовы вкладывать эти деньги и покупают, повторюсь, мы видим это на примере канала Соловьева, надо понимать, повторюсь, что им этот YouTube нужен больше, чем нам без. Их головомойки, весь их карточный домик к чертовой матери рухнет уже через пару недель. Вот и все. Вот это самый простой ответ, который есть. Да, они пытаются вот этими вот скандалами, вот этими вот конфликтами загнать вас на какие-то российские площадки, типа Рутуба и там что-то они еще напридумывали. Но пока не получается, как показывает практика. Поэтому они устраивают все новые и новые провокации. Вот если мы посмотрим, к чему призывает в очередной раз Маша Алкаша. Сливайте весь контент, переводите его на российские какие-то платформы. Зачем? Эти российские платформы работают с горем пополам. Они крайне неудобны. Даже Соловьев в свое время об этом говорил в эфире, кстати, не так давно, там пару недель назад буквально. Ссылку оставлять не буду. Захотите, найдете. Не буду пропагандировать этого мерзавца, рекламировать. Вот и весь ответ. То есть не надо тут быть семи пядей во лбу, если кто-то думает, нет, ну есть же телевидение. Слушайте, ну давайте будем честными. Телевидение уже давно людьми не рассматривается как информационный ресурс. Телевидение это прошлый век. По одной простой причине, что ну какой нормальный человек побежит там смотреть новость, не новую программу, а время в 21.00 по Первому каналу. Проблема телевизора заключается в том, что он привязан вот к этой розетке, да, вот к этому ящику давным-давно напрашивалось вот это вот интерактивное телевидение, но потом когда посчитали, во-первых, это невыгодно. Да, это очень дорогое оборудование, ну кто побежит покупать себе дорогостоящий вообще сам ящик, зачем? Когда на эти деньги можно купить там три планшета или два компьютера, нафига козе баян. А какой нормальный человек побежит смотреть новости в 21.00, программу Время точнее, когда у каждого в кармане сегодня лежит вот такая вот штучка, называется смартфон, ты там в два часа дня уже знаешь все новости, ну и нафига тебе? На, по телевизору сегодня смотрят в основном сериалы. Но не для этих целей государство вваливает деньги в телевидение, чтобы там люди сериалы смотрели, им нужно, чтобы работала вот эта вот их головомойка. И Ютуб пока единственная площадка, единственная, повторюсь, другой не придумали. Ну а что касается, вот тут к ватникам хочу обратиться, вот заблокируешь, они же беспределят, они же цензурят российские каналы государственные, слушайте, ну давайте честно. Я прекрасно знаю, за что заблокировали Дума ТВ, есть на Ютубе правила. Оно касается всех и меня, в том числе, любого там оппозиционного блогера, любого там журналиста из государственных СМИ. Нельзя пропагандировать насилие. То, что сегодня происходит на Украине, как ты это, не называя спецоперацией, или еще какая-то хрень, оно так или иначе сопряжено с насилием. Да, допускает, сами правила Ютуба допускают чисто информативный момент. То есть, я могу информировать вас, равно как и государственный канал, о том, что там происходит, опираясь на какие-то официальные и неофициальные источники, свидетельства очевидцев, но чем-то подтвержденные. Но это максимум. Можно вот информативный характер все это дело может носить. Слушайте, когда начинаются уже какие-то выводы, рекомендации, когда действительно это уже начинает попахивать пропагандой насилия, налицо нарушение правил платформы, каналы блокируются. Это коснулось, повторюсь, не только там государственных каналов. Мне прилетало предупреждение, когда я перегнул палку, но я, правда, не стал публиковать этот ролик, сразу при заливе это увидел. Огромное количество украинских каналов точно так же блокируются. Есть правило, пропаганда насилия запрещена. Когда наши депутаты хвалят какие-то вещи, сопряженные с насилием во время вот этой спецоперации, это и есть пропаганда насилия. Налицо, повторюсь, нарушение. Вот за это нарушение канал был заблокирован. Никакого беззакония в данном случае я не наблюдаю. Очередной промыв мозгов, очередной повод надуть вам в уши. Ладно, всё, переваривайте, не буду отвлекать. Реальная журналистика, коротко о главном. Хороших выходных!